Приветствую всех! Сегодня будет небольшой гадик касательно доната в игре и все, что с этим связано. Давайте разбираться, во-первых, что есть в игре, на что можно донатить и что это дает. Разберемся с валютой. Какая есть валюта? Первая валюта, которая у нас есть за донат, за реальные деньги, которые вы покупаете, это монеты Чу. Официальная валюта Священной Империи Чу. Одна из самых ценных в галактике. Собственно, покупая эти монеты, эти монеты можно покупать в неограниченном количестве, сколько хотите раз. За первую покупку одного пака, каждого пака вы получаете плюс такое же количество монет, в зависимости от стоимости. Сразу хочу заметить, что покупать, если вы будете эту валюту лучше покупать с эмулятора, точнее с эмулятора, даже с официального клиента игры для компьютера, ссылочку вы можете найти у меня в описании. Если вы можете скачать с официального сайта по игре, тут цены на 30% ниже, чем в том же Apple Store или, например, Google Play. Вы таким образом можете сэкономить. Дальше, смотрите, если вы покупаете ежедневно какую-то из вот этих вот паков с монетами, вы получаете 60 монет Проксимы. Это второй тип монет, такая внутриигровая валюта, с помощью которой вы, собственно говоря, и производите все покупки в игре. То есть вы меняете вот эти вот монеты Чу на внутриигровую, внутриигровые Проксимы. Вот. Всего существует два типа покупки. Первое – это за монеты Проксимы. Второе – это за реальные деньги. Например, у нас есть в схеме финансирования соглашение с рогическим партюрости. Это тот же самый Battle Pass. Его можно купить только как бы за реальные деньги, получая за эту награду. Как здесь мы видим, здесь сказано, что ежедневный подарок у нас – временное событие. Событие, получающееся от монет Проксимы за каждой из первых покупок монет Чу на любую сумму. То есть эта функция работает на любую покупку. Причем тут самое интересное, что действует она независимо, купили ли вы Battle Pass, купили ли вы вот эти вот монеты. Либо же, например, в игре есть в событиях здесь пак. К сожалению, я же не могу вам показать. Он у меня закрылся. Его один раз можно купить. Здесь есть акция за 99 центов. Можно купить чертеж кораблика плюс 60 монет Чу и что-то там еще идут. Сборные модули, еще какая-то награда. И плюс к этому же, если вы купите пак за 99 центов, вам 60 этих монет накинет. Накидывает, причем в двойном экземпляре. То есть я купил этот пак там внутри 60 монет, мне накинули 120 монет. 60 монет Чу еще. То есть я получил всего 120 монет. Во втором окне мы можем менять. Здесь один к одному. Монеты Проксимы, монеты Чу. Как я говорил, монеты Чу как таковое тратить нельзя никуда. Вы их обмениваете на Проксиму. Проксимы можно получать внутриигровым путем некоторыми возможностями. В частности, у нас есть такая вот схема финансирования, финансовый план Аврора. Здесь есть два типа плана. За 600 Проксимы на 15 дней мы получаем выгоду 250%. И на 30 дней за 1000 Проксимы мы получаем выгоду 320%. То есть каждый день, получая в итоге вот эти монетки, в итоге по окончанию, например, 15 дней мы получим полторы тысячи. И, соответственно, если мы закроем, возьмем пак на 30 дней, 320% получим 3200. Так это работает система. То есть, в принципе, выгодно взять на 30 дней, заплатить 1000 Проксимы и радоваться жизни. Дополнительно доход никому лишний не бывает. Донатите, вы не донатите. Тут без разницы уже. Что касательно доната. Батл Пасс. Смотрите. Батл Пасс стоит 15 долларов на данный момент. Но лично я считаю, что немножко дороговато, конечно. Но непонятно, сколько он будет длиться всего. То есть, скорее всего, эти Батл Пасс какие-то сезонные. Там на месяц, на 2, на 3. Ориентировочно плюс-минус. Ну, скорее всего, уже больше месяца игра, так что на 2, на 3 месяца где-то ориентируйтесь на обновление этих Батл Пассов. Начальный Батл Пасс, он выгоден. Здесь получается 6000 монет Проксимы, 320 тысяч Юй Коинов. Это внутриигровая валюта, еще одна очередная, с помощью которой вы можете покупать чертежи для улучшения ваших технологий, оружия, для улучшения пушек ваших кораблей. Всякие ресурсы, другие кораблики, которые продаются в торговых пунктах специальных в игре. Ну, это такая внутриигровая совсем валюта, она фармится, по факту, кроме Батл Пасса, автоматом с вашей базой. То есть, на, ну, ниже уровня, чем, например, Проксимы. За нее паки вот эти вот нельзя купить, из которых падают чертежики. Есть шанс, что здесь упадет чертежик кораблей. Эти паки можно купить только вот за Проксимы монеты. Либо получить в Батл Пассе. То есть, оружейные технологии. И самое ценное еще из этих паков, что падают, это технологические очки. Тоже такая полезная штука. Вот, получаем мы вот эти вот награды дополнительные. 20 паков, то есть, здесь система гачи устроена в игре. С паков, вот, в частности, с таких паков, выпадает 10% шанс, что у вас выпадет один из каких-то кораблей. То есть, там расписаны проценты для каждого типа кораблей. И плюс у каждого типа кораблей еще какой-то свой процент, сколько вы получите определенного типа. То есть, такая, ну, достаточно жесткая гачи, я бы сказал бы. Дополнительно к такой вот гачи есть еще всякие бонусы. Ну, давайте разберем сначала вот эту вот тему. 980 дополнительно вы получаете монеты Чу. В принципе, наверное, их можно сэкономить пока в данный момент. Оставить, как бы, ну, самое профитное, наверное, купить этот вот этот батл пасс в игре. Все остальное не очень прям супер профитно выходит. Хотя тут в зависимости от ваших уже желаний финансов. Батл пасс, смотрите, верхняя часть закрывается бесплатно, грубо говоря. Вы получаете очки за активности, выполняете какие-то очки действий, входите в игру, уничтожаете кораблики. И таким образом прокачиваете вот этот батл пасс в уровне. У вас открывается верхняя часть батл пасса бесплатно. Склашение партнерности нижняя. Ну, покупайте. Соответственно, на последнем уровне вы получаете дополнение к верхней награде, получаете еще и нижнюю награду, которая, собственно говоря, здесь прописана. По деньгам выходит, как я говорил, дешевле батл пасс купить. Единственное, что вы его не закройте за раз. Где-то недели три вам понадобится, чтобы полностью, ну, три-четыре, чтобы полностью батл пасс этот закрыть. Но выгода достаточно существенная. Что касательно дополнительно шопа, что у нас здесь есть, давайте посмотрим. У нас есть черный рынок, где у нас продаются файлы различные. То есть эти паки, гача, из которых нам падают различные кораблики. Как я и говорил, тут бывают специальные пакеты. Специальные пакеты стандартные двух типов. Первый тип этого за 799, он по акции идет три пакета за всю игру можно купить. И в данный момент есть аукционный пак скидкой 50% при первой покупке каждый день. Вот этот пак за 150 Проксимы достаточно выгодно покупать каждый день. То есть экономия на этом ресурсах. И недавно у нас в игру добавили три в одном. Это пак за 888 Проксимы. По факту это три пака, которые за 300 вы получаете только в одном. В видосик я ставлю ссылочку. Можете посмотреть, как я его открывал, что там из него падает. По факту это такой же пак, как и простой. Только в нем сложены три пака. И открываются они поочередно. Можно сделать автооткрытие этого пака. Полностью. То есть не ждать, не тратить время. Дальше что у нас есть. Смотрите. Файл чатежи кораблей и космолетов. За вот специальные такие штучки. Эти штучки падают, если вы покупаете простой пак. Вот такой. За 150, либо за 300, либо за 888. Внутри него есть специальные очки, которые падают вам в размере от 1 до 2. Ну, чаще всего 1. Специальные очки, за которые вы потом можете вот эти вот файлы покупать. То есть ограничение в день у нас 10 очков. 10 файлов вот этих в день мы можем покупать за 15 очков. То есть, грубо говоря, по идее, если вы 15 коробок откройте, и там не будет внутри коробки чертежей, то вы получите гарантированный пак. Вот такой. Иногда, редко бывает, что падают два таких очка, и получается вы быстрее откроете. Касательно чертежей, смотрите, падает рандомно. Если вам падает такой же чертеж, который у вас есть, корабля, тут надо смотреть. Иногда бывает корабль другой модификации падает. Возможно, он будет вам выгоден. Надо смотреть характеристики. То есть при режиме, когда он выпадает второй такой же корабль, который у вас есть уже чертеж, у вас будет выбор либо открыть новую модификацию, если она доступна, либо получить очки технологические. Технологические очки количества зависят вот эти вот от того, какой вы открываете корабль. Там 1, может быть 5, может быть 10 на линейниках, по-моему. 5 или 10 на носителе 10. И просто бывает иногда из коробки падают такие вот очки в размере 1 единицы. То есть если чертеж такой же, дальше вы выбираете, что вам открывать. По поводу кораблей здесь бывают разные модификации. Как я говорил, еще есть такая фишка, что при открытии какой-то модификации у вас чертеж не сразу открывает, а исследуется только часть чертежа. Например, как у меня 40% выпал такой чертеж. И остальные 60% будут открыты, если мне выпадет такой же корабль с такой же модификацией. Помимо этого, иногда у двух типов кораблей, носителей и линейники выпадают дополнительные модули. То есть если у вас у линейника или у носителя выпал такой же чертеж, вам предложат тип проекта, изменения, возможно, здесь какие-то дополнительные модули. Либо дополнительные открываются, либо второй тип модуля. Здесь смотрите сами, выгоден он или нет, но чаще всего выгоден. Вот мне выпал, например, второй чертежик на кита, и мне выпала осадная система. То есть я осадную систему и потратил на нее 10 очков при изучении. При подключении новой системы вы тратите 10 очков, получается, технологически для изучения этой системы, для того, чтобы ее можно было установить. ВПЛА, получается, мне дополнительно 9000 осадного урона к киту прибавилось. И также может какие-то другие системы либо изменять, либо даже они могут дополнительно падать. Тут тоже смотрите сами, если они интересные, можно и поставить. Лично я бы, наверное, как минимум на какие-то очень хорошие корабли линейные оставлял те. Например, вот Константин Великий, один из самых лучших кораблей линейных, например, в игре. Он, любая система, которая улучшает его показатели, будут как бы в приоритете. Это касательно вот этих вот моментов. То есть у нас какой-то гарантированной, получается, есть возможность получения вот этих вот чертежей. Паков, да? Паков всего можно хранить 10 за раз. То есть открывать две ветки исследований есть. Два пака вы одновременно можете открывать. Паки можно открывать любые. Дополнительно к вот этим вот, получается, пакам за 150 либо за 300 Proxima и гарантированных паков. Есть еще дополнительные ежедневные паки, которые можно купить за вот эту вот внутригоровую валюту. Ну, и коины, которые автоматически фармятся в игре, стоят они, получается, вот эти вот паки 10 тысяч. И здесь шанс еще меньше. Здесь шанс, во-первых, 3%, что выпадет что-то. И плюс корабли, которые падают из этого пака, они стандартные. То есть те, которые идут по классике, за исключением носителя, линейник вам в конце выдадут в батл пассе. Истребителя нету и один тип корвет нету. То есть, ну, возможно, какой-то шанс дополнения у вас, то что-то выпадет. Но мне за всю игру, каждый день покупая вот по 2 штуки, за месяц получается 60 там, ну, 70 паков я открыл. Мне выпало только, по-моему, по-моему, FG-шка мне выпадала, AS-ка один раз. И я вот не помню, КАС, откуда я вытащил отсюда, либо из паков за 150, по-моему, за 150. Все, то есть, как бы, остальное мне вот, ну, ничего не падало из этого, то, что здесь написано. Так что особо рассчитывать на вот этот пак не стоит. Вся, конечно, прелесть, гачи вот этой вот и вкусности, да, то, что будет падать, это надо смотреть из вот этих вот паков за 150, либо за 300. Плюс к этому, как я говорил, еще есть паки, которые падают по событиям. Смотрите, если вы начинаете новый сервер, например, только пришли, у вас эти задания не выполнены еще. А здесь есть такие промежуточные события, когда вам прилетает международный, межзвездный торговый флот. Этот флот чаще всего привозит паки дополнительные, которые идут со скидкой. Например, вы можете купить 2 или 3 пака по 150, про Ксима. То есть, смотрите, когда у вас подходит это событие к окончанию, оставляйте себе Проксиму, чтобы можно было купить эти паки. По-моему, были паки здесь 2 по 150 можно было купить. Здесь, по-моему, по 450 с дополнительными очками технологическими. Х2 давалось. Какой-то пак был с автоматическим изучением. Иногда в игру разрабы сами добавляют. И последнее, что у нас было, вот здесь межзвездный торговый флот. Можно было купить 2 пака, которые стоят 150 и изучается каждая часть в нем по 6 часов. То есть, ну, скидос такой был небольшой. Соответственно, в конце тоже нас ждет межзвездный торговый флот. Какая-то, видимо, там 1, 2, 3, 4 пака с каким-то условием. Но, думаю, можно будет купить по скидосу. Что касательно, смотрите, схемы финансирования расцвета. Как я говорил, финансовый план Авроры покупаете сразу. Как только, ну, желательно не тратить с Проксиму. Либо же, если вы там задонатили, сразу в первый же день, при первой же возможности накопить сначала на вот этот финансовый план, запустить его уже, после этого начать тратить на паки. То есть, стоит это, напоминаю, 600, это 250% на 15 дней. Либо вот чуть повыгоднее на 30 дней, 320% возвращается пак. Дальше у нас идет, получается, батл пасс по выгоде. Но, опять же, по времени растянут он. Хотя, в целом, в принципе, выгода будет достаточно существенно. Ну, побольше, чем если вы покупаете просто паки. И следующее. Те, кто особо прям не донатит, но можно покупать периодически паки за 150, например. Полностью без доната вам тоже будет хватать. Например, я задонатил только на Эриду за 99 центов. По факту мне ничего это, кроме Эриды, не дало, потому что монеты Чу я никуда не приводил. То есть, я периодически закупаюсь вот этот пак за 150, но в данный момент, например, у меня закончились возможности это сделать, поскольку я коплю на... В данный момент коплю на вот этот вот финансовый план, и я рассчитал, что мне на последние дни нужно накопить 1000 монет, Проксимы, чтобы запустить его заново. Поэтому я сейчас не трачу, коплю. Как раз мне вот там под конец бонусами должно 1000 монет накопиться. И дальше как бы уже идет в магазине. Покупаем коробочки. По поводу вот этого пака за 799. Смотрите, на самом деле, может быть он кажется вкусным, потому что в этом паке дается 100% шанс выпадения 50 на 50 фрегата, но какой-то из этих, получается, фрегатиков, либо эсминцев он упадет. В принципе, дамаг с них, ну, относительно неплохой, но мне кажется проще заролить... Заролить простые паки. Хотя, плюс от этих вот кораблей, то что у них большой урон базовый снарядом попадания. Поэтому, в целом, как бы, думаю, что один пак можно купить в начале игры вот этот, либо же покупать по 150 ежедневно. Я лично попробовал, купил один пак. Мне выпало море спокойствия. В принципе, я его периодически юзаю на какие-то мероприятия, когда мне их не жалко, но... На самом деле... Точнее, не море спокойствия, а другой юзаю. Как раз море спокойствия мне не очень зашло. Я юзаю другой кораблик, который мне выпал. Поэтому, в целом, наверное, не очень выгодно покупать вот эти вот паки за 799. Лучше попытать счастье, купив за 150 ежедневно. Это касательно вот этих моментов. Смотрите, технологический центр можно купить один раз за всю игру. Технологические очки для фрегатов 10 штук. Фрегаты, они не очень прям, кроме жала, эффективны в игре. Поэтому, я думаю, что если у вас нет жала, если вам не нужно очков, то покупать на фрегаты нет смысла очки. На эсминце уже смотрите сами. В принципе, какой-то частичный смысл есть. Но 10 очков чаще всего вам будет не хватать, даже для прокачки одного корабля. Ну и технические очки крейсеров 10 штучек. Это же интересная тема. Если у вас есть какой-то вкусненький крейсер в наличии, кроме стоковых, кроме стандартных, то можно купить. Особенно, если ионная какая-то пушка есть, либо то, что разносит. В принципе, дороговато. Но, по факту, вы получаете это сразу на крейсер и пожизненно. Это касательно вот этих вот моментов игровых. То есть, здесь, по факту, полный рандом. Какой-то гарантированный, кроме вот пака за 15 очков, у вас нету. То есть, ну, грубо говоря, примерно раз в 15 паков, вы получаете один пак. То есть, тут процентовка меньше 10% выходит. Я думаю, процентов 7 где-то, в среднем, плюс-минус. По поводу одинаковых чертежей я сказал, что желательно, конечно, целиться уже на последний тип кораблей. Это крейсеры, линейники и корабли-носители. Может быть, там какие-то истребители вам выпадут, корветы выпадут, чтобы их можно пихать было. То есть, как бы, корветы, истребители, тут выбирать либо очки, либо вот эти вот дополнительные шансы, по 5 выдается. По истребителям, тут, на самом деле, немного. Здесь есть тингрей, есть живучий. И по факту, ну, что нужно апать? По факту это все. То есть, если вам выпадает второй такой же чертеж, то мы апаем здесь очки. Если вам все остальное выпадает, то вы смотрите по состоянию кораблей, насколько у вас прокачаны технологические очки. Хватает, не хватает. Может, вы там хотите докачать. Что касательно корветов, тут у нас сотовик, Искатель Туманности. Бывает иногда здесь вместо баллистического ионная версия, но это очень редко, поэтому... Красный Зверь. То есть, вот эти вот три корвета, которых можно, в принципе, дальше апать очки, если вам выпадают, допустим, другие очки. КВ-011, в принципе, ну, такой, как бы, слабоватенький, но можно тоже проапать, если вам нужны эти очки. Если у вас из паков, да, падают, опять же, если вы какой-то другой выбили, вы очки эти не можете распределять, тут тоже такой небольшой минус, их нельзя выдернуть, либо отменить, ну, перекинуть на какой-то другой корабль, поэтому, если вы изучили, и у вас только один, например, корвет, то вы только на этот корвет можете добавить дополнительно вот эти вот очки технологические, которые вам повышают перки, дают возможность устанавливать в кораблях. Касательно доната, в общей картине это все, где можно проксимы получать. Проксимы можно получать за завершение тех работ, там выдают за различные акции, периодически появляющиеся в игре, за вот этот план финансовый. Здесь тут обязательно к покупке рекомендую. Наверное, сначала план рекомендую, потом, если вы донатите, то уже батл пасс этот, и потом уже на коробочке тратить. Опять же, без доната, в принципе, играть можно, но, конечно, шанс меньше, очков технологических вы получаете меньше на корабли, и поэтому развитие слегка, слегка ниже уровня по сравнению с тем, что у людей есть те, кто донатит. Насколько можно ли тут сильно прям задонатить и подняться, не думаю, что здесь слишком большая, рандом слишком большая, вот эта вот гача, шанс маленький. Поэтому даже если вы задонатили, например, пару тысяч долларов, то прям вау-эффекты так, что вы там топ-1 на сервисах разрываете, такого здесь не будет. Здесь все-таки игра такая коллективная, и даже если у вас там выпадут какие-нибудь хорошие линейники, там Константин, ионные какие-то модификации, ИО, там дополнительный, там, Вечный Шторм, там, китов с какими-нибудь там, с атаками забьете, еще с чем-то. Да, у вас флот будет мощный, да, он будет выдерживать, допустим, не 2-3 флота, а 3-4, ну, 5 максимум противника, таких средних, да, те, кто, например, на стоковых кораблях катает, но все равно прям вау-преимущество вам это не даст, то есть больше решает у кого, как бы, ну, если донатный клан, конечно, влетит в эту игру, то он может, если у него активность большая, он там соберется порвать. Ну, как показывает практика, это очень сложно найти людей, серверов много, собраться на дом серверы, чтобы это все, ну, как бы, работало, поэтому сильно донатить, наверное, толку нету, что-то, если вам падает, то это хорошо, нет, то, как бы, можно пока особо не донатить, посмотреть что-то, что-то да упадет по-любому, чертежи со временем вам какие-то упадут, достанут. Мне, в принципе, в игре среднее опять повезло, то есть, как бы, что-то падает, не сказал бы, чтобы много, у меня кораблей солнечный кит упал, СВ-шка упала, накид дополнительного кмодуля сада еще упал, линейник я достал с батл пасса в конце, конус света упала, в принципе, такой, ну, средний крейсер, ну, хоть что-то разбавляет мне стандартную пачку, хищник не упал, но я им не пользуюсь, он у меня не подходит под характеристики, сюда ничего не вставить, даже он в прокачивом состоянии, ну, как-то не очень выглядит, у меня все, что я перевожу, есть в СВ-шке, туда можно истребители вставить, истребители у меня в СВ-шке, и у меня только один тип истребителей, которые адекватно, получается, сражаются, и то они, как бы, противокосмолетные, по факту, не очень, прям, суперэффективно, против флотов, поэтому хищника мне сейчас нет смысла крафтить, опять же, если у вас есть хорошие какие-то истребители, можно хищника крафтить, конус света разбавляю, стоковые крейсера, АЭС-ку, РИД-1, вот этот, за 99 центов, который я взял, в принципе, ну, неплохо, как бы, она мне помогла в начале игры, там, один доллар, грубо говоря, мне жалко поддержать разработчика, АЭС-ка, тоже стоковая, сюда очки, там, какие-то повливал, космолеты, тип катал, вот здесь у меня были, здесь у меня были корветы вставлены, как раз, море ясности, море спокойствия, которое я достал из пака за 799, и, на самом деле, я пожалел, что этот пак купил, то есть, как бы, ну, такое себе оказалось в итоге, море ясности, вот, мне выпало после этого уже, из простого пака, я его, вот его, как раз, я активно использую, у него дамаг 8000, неплохой, система у него торпедная, крейсера, как бы, пробивает, в принципе, живет он, конечно, недолго, но, зато, в начале боя можно валять немножко дамага, и, в принципе, ну, очков немного занимает, сейчас флот расширения больше стал, ФГшка, стоковая, сетовик вот упал, самое, наверное, лучше, что сейчас у меня есть, ну, может быть, солнечный кит, конечно, тоже хорош, но надо его раскачивать, в плане, больше очков иметь, сетовик раскачал, то есть, 8400 дамага, как бы, топовая, топовая машинка, против, корвет, против, тяжелых, кораблей, в принципе, сойдет, хотя, по сравнению с крейсерами, например, дамага у него не так, что прям, супер много, но, как бы, наваливает, стандартный, кв, хоть и здесь написано, 5000, но, у него, пушка слабая, турелька, он, не пробивает, те же самые крейсера, и толку от него, на самом деле, почти никакого, спор истребитель, антикосмолетный, он, к сожалению, у меня, почему-то, плохо не работает, почти не работает, он дамаг не наносит, космолетом, хотя, сражался с NPC, у которых есть, корветы, истребители, не работают, сандрей, тоже противокосмолетный, против истребителей, против корветов, он же получше дамаг наносит, но, тоже, недостаточно, я быстрее сношу корабли, носители, чем он у меня пробивает, вот эти вот, сносят, например, корветы, либо истребители противника, поэтому, по факту, мне, пока не очень повезло, кормо световика, с, вот этими космолетами, летательными аппаратами, у меня забивать, пока нечем, а так, что у вас формируется, из пачки, то и, как бы, качайте, в принципе, лайфхак, может быть, есть небольшой, кто-то на старте заводит, несколько аккаунтов, смотрит, что ему падает, и дальше, то есть, в том аккаунте, на котором упала лучше, тут же смотрите сами, я лично, ну, не очень так люблю делать, поэтому я, как начинаю, чем начинаю, что падает, то юзер, паки, здесь, в принципе, если совсем без доната, вам все равно пойдет какой-то, либо, все равно будете покупать паки, какой-либо там, я не знаю, крейсер, может быть, эсминец, еще что-то будет падать, то есть, разбавлять вашу стоковую, стоковые тачки, вам будет чем, поэтому, не переживайте, со временем, как бы, ну, что-то да упадет, и вам, у вас пачка соберется, вы сможете, нормально воевать, что еще из доната есть, смотрите, есть ускорялки различные, в игре, ускорялки, например, по ресурсам есть, первая ускорялка, ускорение, можно покупать 3 раза, вам дает 8 ускорялок, за 60 проксимы, эти ускорялки позволяют возвращать назад корабли, либо строить быстрее, строение, ускорять вот эти вот, постройки, да, в вашем, в вашем городе, на вашей базе, второй тип ускорялок, это производство, они иногда даются по квестам, так, можно купить 3 штуки, 10 ускорялок, за 60 проксимы, 3 штуки в день, это на день, это возможность, постройки, получается, либо ремонта ваших кораблей, то есть ускоряет, ремонт кораблей, если они ремонтируются, и, либо же, постройку кораблей, если вот, вы какие-то корабли производите, вы здесь можете, ускорить их производство, например, вот так сделать, что еще, ну, это не очень эффективно, наверное, будет, поэтому, тратиться на вот эти ускорялки, если вам прям срочно нужно, отремонтироваться, там, какую-то войну ведете, с какими-то кланами, там, по ускорению, очень дорого выходит, поэтому, особо нету смысла, вот эти вот, моменты покупать, просто рассказываю, что есть, да, на что можно потратить еще, в принципе, это все, есть, напоследок, еще, корабельная ливрея, это покраска ваших кораблей, тут можно выбрать те корабли, которые у вас уже открыты, у вас есть в наличии, и их каким-то образом, покрасить, если вы хотите, да, просто, как бы, меняется внешний вид, стоит 1200, монеты, чу, вот, куда можно, чу монеты потратить, но это, такое, дело вкуса, да, кому нравится, тот, в принципе, и красит, да, видны эти корабли, только, получается, в чертеже вашем, когда вы делитесь, и в битве, то есть, если кто-то зайдет, там, союзник посмотреть, то вы это все увидите, в принципе, наверное, по донату, это все, объяснил, если у вас есть, какие-то, комментарии, там, пожелания, вопросы, задавайте, отвечу на них, поэтому, как-то так, в целом, я считаю, что донат терпимый в игре, немножко может дороговать, и, рандом делать свое дело, поэтому, можно, как и, прогореть, можно и нормально, как бы, себя чувствовать, в принципе, шансы более-менее уравниваются, хотя, я бы добавил со временем, может, какой-то донат, который будет гарантированно, что-то давать, потому что, во многих играх есть гарант, когда ты, там, какой-то, хороший топовый, например, приз, там, чертеж, пытаешься выбить, он не убивается, а тут тебе, там, бас, я не знаю, 100 коробок открыл, тебе гарантированно, там, линейник упал, или, там, еще что-то, как-то так вот, в общем, всем спасибо за просмотр, и, до новых встреч, тогда, ребят, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok